Добрый день, уважаемые подписчики! С вами по-прежнему я, Ольга Ремнивцева. Приветствую вас на нашем замечательном канале. Прошу вас обязательно после просмотра данного видео поставить лайк, обязательно подписаться, написать комментарий и задать вопросы, которые вас интересуют. На них я обязательно отвечу. Тема сегодняшнего выпуска – это 10 важных дел в нашем цветнике. Какие же 10 важных топовых дел в нашем цветнике нужно успеть сделать в августе месяце? Итак, начинаем! Срежьте сухоцветы. Пора заготавливать основу для зимних букетов. Выберите сухой день и срежьте растения. Подвесьте их в темном, хорошо проветриваемом помещении бутонами вниз и оставьте там для просушивания. Соберите семена однолетних цветов. Это делается с целью экономии и с целью получения хорошего урожая, потому что вы же знаете, что вы свои цветы уже обрабатывали от всяких вредителей, нехороших и неполезных насекомых. Поэтому, в принципе, вы знаете, что ваши семена намного качественнее. Также вы экономите деньги на семенах. Собираем, например, такие семена, как гвоздику, календулу и прочие другие красивые наши садовые цветы. Обязательно высушиваем семена. Отбраковываем. Что нехорошее мы выкидываем, нам это не нужно, а что более качественное и хорошее мы, конечно же, оставляем. Просушиваем, укладываем в пакетики. Лучше, конечно, если эти пакетики будут бумажные, потому что в полиэтиленовых пакетах будет создаваться влага, и эти семена будут увлажняться, гнить, портиться, что нам, в принципе, не нужно. Поэтому либо заворачиваем бумажку, либо в бумажные пакетики и обязательно подписываем, потому что по весне, в суматохе огородных будних дней, мы обязательно забудем, что это за семена. Тем более, что некоторые семена практически похожи друг на друга. Обязательно в августе месяце нужно подкормить цветы. Для чего это делается? Во-первых, чтобы цветы впитали в себя все полезные вещества, минералы, макроэлементы, для того, чтобы они забрали в себя все витаминчики и были с этими витаминчиками всю зиму, всю осень. И, соответственно, цветы, чтобы в весну у нас стали более красивыми, более пышными, более ухоженными, зелеными и цветущими. Обязательно в августе стоит заняться делением многолетников. Ни в коем случае это не стоит делать осенью. Многие заблуждаются, что делением цветов, делением других растений нужно заниматься осенью или весной. Нет, ни в коем случае. Все-таки в августе. Почему? Потому что, чтобы лучше укоренились наши цветочки или другие какие-то растения. Пока еще есть солнышко, пока еще идут дожди, пока еще в принципе тепло и пока погода позволяет более хорошо зацепиться и оказаться в почве. Также можно заложить новый газон, потому что еще в августе и в сентябре месяце глаз хочет, чтобы его радовал такой зелененький, пышный, цветущий, красивый газон. Обязательно стоит позаботиться о теплолюбивых культурах, таких как розы и канны. Канны нужно обязательно окучить, розы прекратить поливать в августе месяце. В августе месяце розам нужен покой от полива. Внимательно осмотрите рододендроны. В августе их иногда могут поражать болезни. В начале месяца проведите ревизию растений. При обнаружении болезней все пораженные листья аккуратно срежьте чистым острым инструментом. При поражении мучнистой росой или пятнистостью листьев используют ракурс или топаз. Обязательно не забудьте навести порядок не только на земле, в цветнике, но и в принципе в саду и на всем огороде. Уберите все листья, все ненужные листья, все сухие листья, сухую траву, ненужную траву. Обязательно граблями причешите травку. Это нужно сделать для того, чтобы все вредители, все какие-то болезнетворные бактерии, в принципе наши болячки, которые мы с вами обрабатывали, все это нужно собрать, убрать, куда-нибудь вынести далеко за участок, а лучше всего сжечь. Также стоит уделить внимание комнатным растениям. Возможно, если те растения, которые можно выкопать из грунта и пересадить в горшочки, чтобы они у вас жили дома, можно сделать и так. Либо просто провести полную ревизию, где-то пересадить, где-то досадить, где-то высадить в горшочки новые какие-то комнатные культуры. Ну а на сегодня это все. Вам я желаю хорошего цветного августа месяца. Пока. Кресла-качалки все больше ассоциируются с домашним уютом. Ритмичное покачивание помогает расслабиться после трудовых будней. Их стали использовать не только в домах и квартирах, но и на садово-дачных участках. Они подходят людям любого возраста и комплектации. Кресла или диваны на полозьях представляют собой стул, установленный на круглые конструкции. Их лучше устанавливать на ровной и твердой поверхности для равномерного раскачивания. Кресла изготавливаются из металла. Это позволяет использовать их как уличный вариант. При изготовлении уличных и садовых креслокачалок используется художественная ковка. Деревянное сидение покрыто влагозащитным составом. В ассортименте покраска в черный и белый цвета. Принимаем индивидуальные заказы на изготовление по вашим эскизам.